9,5 миллионов рублей собрали во время благотворительного марафона именем детства во имя детства. Сегодня на стадионе поселка Кугеси прошло торжественное закрытие марафона. О том, куда будут направлены собранные средства, смотрите далее. Более двух тысяч участников марафона, среди которых и жители республики, и организации перечислили свои средства на благотворительные цели. 9,5 миллионов 150 рублей будут направлены тем, кому не хватает бюджетных денег. У нас есть федеральные программы, федеральные медицинские программы, социальные программы, есть поддержка детских домов, есть поддержка детских детей, которые талантливые, стипендиаты. И непосредственно еще районы сами будут определять на своих участках, куда направлять. В этом году средства собирались и с помощью смс-голосования. Место, где будет проходить праздник, выбрали сами жители Чувашии. По традиции, закрытие проходит там, где собрали больше всего средств. Второй год самый большой вклад в копилку марафона вносят в Парецком районе. Но в этом более миллиона перечислили и жителей Чебоксарского. Так их решили поблагодарить за благотворительность. Я признателен и благодарен нашим предпринимателям, руководителям коммерческих организаций, всем тем жителям Чувашской республики, которые, имея чистоту души, имея такие добрые помыслы, ежегодно отчисляют данный фонд соответствующие средства. Одна из рекордных сумм 312 тысяч рублей поступила от Республиканской стоматологической поликлиники. Главному врачу Вячеславу Быкову Михаилу Игнатьев вручил медаль детского фонда «Меценат детства». Сертификат в размере 50 тысяч рублей был передан администрации Парецкого района. Голова Чувашия вручил многодетным семьям Чебоксарского района сертификаты о предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства. О семьях, в которых случилось прибавление сертификата на материнский капитал. Татьяна Молокова, Светлана Олегимова, Евгений Анисимов, Республика.